Во время Великой Отечественной войны основным способом общения между солдатами на фронте и родными в тылу оставались письма. Ни одна выставка, посвященная войне, не обходится без писем военного времени. Почта России провела в нескольких школах города акцию под названием «Благодарность земляков. Тепло ладоней». Суть этой акции заключается в том, что каждому ветерану Великой Отечественной войны и всем труженикам тыла вместе с президентскими поздравлениями будут доставлены фронтовые треугольники. Эти фронтовые треугольники будут складываться школьниками и волонтерами по всей области. Такой конверт-треугольник обычно тетрадный лист бумаги сначала загнутый справа налево, потом слева направо. Оставшаяся полоса бумаги вставлялась как клапан внутрь треугольника. Готовое к отправке письмо не заклеивалось, его все равно должна была прочитать цензура. Да и почтовая марка была не нужна, так как адрес писался на наружной стороне листа. Каждый такой треугольник ребята складывали с особым старанием. Очень с такой большой серьезностью, с ответственностью. Как же это? А у меня получится. Получится, конечно, потому что надо, чтобы ветерану понравилось. Потому что мы их любим, потому что они нам подарили жизнь. Вы не поверите, такие маленькие и такое вот чувство ответственности за то, что они делают. С самых первых дней войны почтовая связь была единственной ниточкой, дающей возможность получить весточку из дома. Многие ветераны до сих пор хранят свои заветные письма-треугольники в своих архивах, напоминающие им о фронтовых днях.